МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный ресурс 21 века – это идея. Все чаще сообщества сталкиваются с кризисом не ресурсов и финансирования, а тех инициатив, реализовав которые, можно улучшить жизнь вокруг себя в самых разных аспектах. Относительно небольшой закрытый Новоуральск в этом плане отличается, ведь здесь жители регулярно придумывают и представляют на различных мероприятиях свои проекты и инициативы. В очередной раз новоуральцы доказали, что мыслят интересно и нестандартно 18 февраля. В этот субботний день в городе состоялась ярмарка идей. Вот то, что столько народу в выходные дни сегодня, нашло время и сюда пришло, это уже говорит о том, что наш форум гражданский уже состоялся. Вот задача нашего форума, это, кстати, не первый и не последний форум, это не просто пригласить и собрать какую-то тусовку инициативных граждан, а именно показать способы реализации, выявить этих граждан, да, инициативы. Потому что у нас иной раз живут люди в одном доме, в одном поезде и друг друга не знают. Объединить граждан, дать удочку в виде нашей грантовой поддержки, и не только нашего города грантовой поддержки, а и грантовой поддержки области. Вы все знаете, мы обмениваемся идеями, рождаем инициативы, и вот уже шестой год подряд это будет происходить. Каждый год я думаю, какие классные идеи, но все, в следующем году мы иссякли, мы ничего не придумаем. И каждый год я понимаю, что я ошибаюсь. Я думаю, ну что еще можно придумать? Оказывается, что можно. Вы знаете, есть природные ресурсы, исчерпаемые и неисчерпаемые. Так вот у вас неисчерпаемый источник этих идей. Они просто рождаются, роятся, все новые и все крутые, круче и круче, лучше и лучше. Сегодня я хочу нам всем пожелать, чтобы наши идеи были новые, свежие, интересные, конструктивные. Возможно, мы доработаем какие-то старые идеи. На мероприятии собралось без малого 200 новоуральцев. При этом важно отметить, что здесь не было тех, кто пришел, как говорится, по долгу службы. Сегодня работа с проектами и грантодателями является одной из дополнительных возможностей для развития организации всех видов. И, конечно, для воплощения собственных идей в жизнь. Зачем мы здесь собрались все? Давайте все ответим на этот вопрос. Все очень просто. Я работаю в фонде поддержки предпринимательства. Я думаю, глава Инна Петровна, любые люди сталкиваются с тем, что к ним, например, в октябре приходят люди и говорят, я придумал великую идею, и меня уже целые 10 месяцев никто не поддерживает. Вот вообще ничего не случается в этом городе. Вот вообще ничего не летит. И в октябре, например, или в декабре уже невозможно там какие-то, ну уже нет ресурсов, да, понятно, что там все истории какие-то уже произошли, в том числе и грантовые, и не грантовые, и спустярные. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас вот нереализованных идей, тех людей, которые не смогли свою идею проработать, понять и вправить уже, собственно, в работу, да, не осталось после всей этой истории сегодняшней. Сегодня никто деньги раздавать не будет. На выходе там банкомата нет. То есть, точно вам говорю. То есть, задача такая – зафиксировать и понять, чем дышит город и что люди готовы заинициировать. Мы старались очень широко проинформировать сегодняшнее событие, чтобы на самом деле пришли все, кто как-то в своей жизни чего-то хочет сделать. Фантазирует, мечтает, придумывает. Это идеи, это проекты или это только еще задумки какие-то. И готовили сегодняшнюю встречу так, чтобы рассказать, а что же можно с этими идеями сделать. Может быть, эта идея давно живет, она уже вызрела, она готова к реализации, но не знает человек, куда обратиться, куда пойти, кто может ему помочь. А может быть, идея его не навает, что-то в городе уже делается, и мы подскажем, с кем можно встретиться, объединиться и вместе реализовать эту идею. А может быть, эта идея достойна уже Нобелевской премии, как мы говорим, и она только заслуживает вхождения в президентские гранты. То есть сегодня задача тех, кто пришел, услышать о возможностях реализации идей. И во второй части, собственно, эту идею попробовать заявить, представить. И очень надеюсь, что большинство идей, а я хочу пожелать, чтобы все идеи, которые у людей сегодня появятся, они бы нашли свое отражение, они бы позволили тем, кто их придумал, совместиться с какими-то ресурсами, с другими сообществами, с инициативами, которые рядом. И они бы были реализованы, эти идеи. В городе бы стало от этого интереснее жить, потому что, наверное, каждый мечтает что-то изменить вокруг себя в лучшую сторону. Один из блоков ярмарки идей был посвящен теоретической части. Сегодня существуют десятки возможностей для получения финансирования, создания или улучшения материальной базы, обучения и так далее. Собравшимся структурированно представили эти знания, сделав акцент на том, что сегодня уже существует и эффективно работает в округе. Направления ярмарки самые разнообразные. После обучения организаторы условно разделили собравшихся на четыре группы. Это бизнес-проекты, идеи по благоустройству, инициативы сообществ и гражданские инициативы. Объединение горожан представили десятки идей. Вот лишь некоторые из них. С идеей у нас сообщество, тропа Васильковая, то есть послушать. То есть вы хотите развивать дальше? Пока, да, конечно, у нас, пока еще есть здоровье, у нас планов громадье на несколько лет вперед. Так что такая изюминка, никому никогда не говорим, чтобы всем всегда был сюрприз. При посещении всегда узнавали, увидели что-то новое. Мы пришли на самом деле с двумя идеями. Значит, это проведение, ну, скажем так, ледовой такой истории катания детей в костюмах. История нашей страны называется. Проект представлял его мой заместитель Дарья Михайловна Косикова. И, значит, я представлял непосредственно проект с таким названием «Справедливый лед». Значит, что такое «Справедливый лед»? «Справедливый лед» – это организация на базе КСК судейской комнаты, которая соответствует регламенту проведения соревнований. Это развитие хоккейного сообщества. Более того, у нас на Уральске же, помимо соревнований непосредственно команд профессиональных, у нас очень большая ассоциация, сообщество любительского хоккея, которым тоже вот это все необходимо. В рамках проведения их также судят, также приезжают судьи. Поэтому это развивает, помимо профессионального, скажем так, спорта, и любительский спорт. Охват очень большой. Мы сегодня пришли со целым списком идей. Основные идеи мы представили. Это клуб мам, так сказать, мамо-убежище, направленных для восстановления мам, для того, чтобы мамы, которые постоянно занимаются детьми и находятся только постоянно с детками, чтобы у них была возможность перезагрузиться, чтобы у них была возможность восстановиться, чтобы они почувствовали свежий глоток воздуха и могли узнать что-то новое, также, допустим, порисовать, попеть, почувствовать, допустим, полепить. Вот и все-все-все, даже песочная терапия, это все у нас предусмотрено в клубе мам. Также у нас еще несколько идей. То есть тут и душевное чаепитие, которое мы продолжаем наш уже второй год проект. И что касается обустройства территории, вот в частности, как житель микрорайона 15, сейчас вот выступаю с идеей корта, многофункционального, спорт круглый год, чтобы можно было и теннисом заниматься на нем, и футболом, и, конечно, каток, чтобы в качестве катка он тоже был, то есть хоккей. Я представляю инициативную группу, которая пытается возродить хоккейный корт «Надежда», который находится за 49-й школой. Катастрофическая нехватка времени для детей в КСК подталкивает нас к тому, чтобы возродить эту хоккейную площадку для занятия фигурным катанием, шуттреком, хоккеем. Спасибо администрации, всем, кто собрался здесь. Очень приятно было общаться, много очень хороших идей. На Уральске открываем коммуникационное пространство, называется «Музей СССР», где помимо экспонатов советской эпохи планируются встречи старого поколения, с новым поколением. Например, буквально вчера мы детям показывали диафильмы, то есть познакомили их с той самой атмосферой из Советского Союза, которую все помнят по собственному детству. Всем понравилось, все было очень интересно. В конце марта у нас планируется открытие, всех приглашаю, все будет сообщено дополнительно в соцсетях. От этого мероприятия хочется понять, сделали ли выводы после прошлого года, когда тоже была масса идей, масса людей, было все очень интересно, но какого-то отклика в течение года увидено, не было теми, кто участвовал. Вот интересно посмотреть, сделали ли какие-то выводы организаторы и будет ли что-то двигаться дальше вперед. Я представляю сообщество людей, у которых есть домашние питомцы, собаки. У нас в городе есть места для выгула собак, но они отмежеваны, но, к сожалению, на сегодняшнем этапе мы не можем найти ни одну площадку, которая была бы огорожена, была бы чистая, и чтобы наши собаководы туда приходили, могли спокойно отпустить своих питомцев, заниматься дрессурой, чтобы никто никого не пугался, чтобы они никуда не убегали. Инициативные жители Южного микрорайона, моего округа, вышли с инициативой. Мы готовы ее, эту площадку, содержать, убирать, красить летом, то есть содержать ее в тех условиях, оказывать помощь молодым собаководам, которые бы приходили бы на нашу площадку. То есть таким образом наши жители хотят объединиться, они хотят понять, как это можно сделать, как можно о себе заявить. То есть общество собаководов, которое российское, это, наверное, не та платформа, потому что это, наверное, все-таки профессионалы. А здесь, так скажем, любители, которые, то есть наши жители, и они вот хотели бы, чтобы у них появилась вот такая площадка в Южном микрорайоне. В рамках предвыборной кампании, встречаясь с жителями, я получил очень много различных инициатив от граждан, которые они сами готовы реализовать. Большинство это, безусловно, благоустройство территории, благоустройство своих дворов, каких-то общественных пространств и так далее. Вот эта вот ярмарка инициатив, это отличная возможность сейчас эти идеи все представить на суд широкой публике, чтобы их оценили, а какие-то, возможно, даже и профинансированы. Поэтому я пришел сюда не один. Так скажем, рядом со мной представители четырех инициативных групп, это четыре различных проекта, в том числе это и благоустройство стадиона бывшей 46-й школы. То есть вокруг него многоэтажки, он находится в центре жилого массива, ну и сейчас он зарастает, то есть достаточно в плачевном состоянии находится. Главная идея создать там такое общественное пространство, где можно будет и заняться спортом, каким-нибудь воркаутом площадке, возможно, обустройство антивандальных груш боксерских, антивандальных столов для настольного тенниса. То есть все это возможно, представим публике эту идею, возможно, получим обратную связь, доработаем проект и будем выходить уже наверняка на радиус доверия. Для себя ярмаркой идей тоже готов представлять проект, идею, соответственно, которая называется «Новому городу новый взгляд». Это некогда территория бывшего спортивного стадиона «Строитель», который в настоящий момент находится в заброшенном состоянии. То есть требуется благоустройство этой территории и получить, наверное, для себя пути решения, которые нужно будет реализовать для превращения данной идеи в жизнь. Есть эскизные направления, допустим, по благоустройству территории. Был, соответственно, в прошлом году такой некий социоопрос, что люди действительно нуждаются в данной территории по благоустройству. Мы видим это и по городу, как меняется за счет программы «Комфортная городская среда». Большой повод для радости – это участие молодежи. Сегодня эта социальная группа тоже постепенно приходит к пониманию, что за них никто ничего не сделает. Именно поэтому активно креативят и берутся за реализацию своих задумок. Сегодня я пришла с идеей телепроекта «Ты готов». Направлен он на школьников. То есть это такие состязания командные между школами. Предполагается цикл передач пропагандирующих ГТО. Я предложил создать такой студенческий open space. У нас есть уже помещение, но ему нужен небольшой косметический ремонт, мебель, мультимедиу. И вполне получится неплохое решение, я думаю. Вот в этом же помещении его можно хорошо разделить на и каворкинг, и на фудкорт. У нас есть минимальное оборудование буквально для того, чтобы готовить еду. Возможно, это тоже можно привлечь студентов, допустим, из НТК. У нас есть проект. В нем есть три идеи. Первая идея – это раздрестовка зданий. Это, по моему мнению, это придаст нашему городу какой-то яркий элемент. И тем самым привлечет внимание на детей, взрослых и подростков. Вторая идея заключается в том, что мы хотим разрисовать лестницу и написать им исторические факты. Также, когда люди будут по ней подниматься, они будут читать историю этого города. Мы представляли идею о благоустройстве нашего города. Конкретно мы готовы разрисовать угрюмые серые мустройки нашего города. Возможно, сделать их чуть больше, чтобы они были более яркие, более привлекательные, бросались в глаза людям, и они смогли их замечать и выкидывать в них мусор какой-либо. Потому что сейчас из-за того, что мусорки серые, они могут с чем-то сливаться или еще что-то. Мусор просто выкидывается на лужайки, что очень плохо для экосистемы города. У меня идея – создать сборник с рисунками памятников, чтобы горожане с ним ознакомились и узнали получше историю города. Также эти рисунки могут быть на футболках, на шоперах, на кружках распечатаны. Так что это как сувенирная продукция к оберее города. Я занимаюсь детской художественной школе, и мне хотелось связать свой проект именно с рисунками. Также мне интересна история города, я хочу ее узнать, и поэтому родилась вот такая вот идея – создание сборника. Свои советы и предложения по оформлению и доработке идей в группах озвучивали эксперты. Ими выступили как новоуральцы, так и гости территории. Алексей Новожилов, к примеру, работал в секции гражданских инициатив. По его словам, в Новоуральске работа в этом направлении ведется действительно серьезная и системная. В других муниципалитетах немножко другой формат. Я не хочу сказать, что в других муниципалитетах, да, общество, власть не заинтересована в этих идеях, они решаются немножко другим путем. Где-то это на уровне общественных палат, где-то на уровне ресурсных центров, но действительно вот такое масштабное событие, где привлекаются и бизнес, и власть, и СМИ, общественники с юридическим лицом, и без юридического лица, просто инициативные граждане. Действительно, система формируется именно здесь, именно хорошая система, которую можно уже тиражировать на другие муниципалитеты. Большое спасибо за приглашение. Нас пригласили в качестве экспертов из Екатеринбурга. Что хочу услышать? Хочу услышать классные идеи, которые можно потом рассказать, будет на других форумах, в других муниципалитетах. Это раз, действительно. Ну и второе, хотелось бы дать какую-то экспертную оценку тем участникам, которые здесь находятся. Потому что самое главное, что нужна им помощь и поддержка, даже не в основном финансово, а каким-то словом. И действительно, какие-то есть технологии реализации данных проектов, которые уже отработаны на других организациях, других проектах. А здесь, может быть, какой-то есть затык у инициаторов этих инициатив, которые просто минимальны, и просто подсказка для них послужит решением многих проблем, и их классные идеи будут реализованы. В секции бизнес-проектов один из экспертов – генеральный директор Союза предприятий атомной отрасли «Атомные города» Марина Фролова. Она также дала свою оценку представленным инициативам и рассказала о тех мерах поддержки, которые оказывает Союз «Атомные города». Впечатления, на самом деле, разнообразные. Мы в этом году впервые собрали всех. Раньше мы работали как-то группами, кто-то отдельно, а сегодня мы собрали все сообщества, которые имеют отношение к идеям, к инициативам. Это очень здорово. Мы все можем друг друга увидеть, услышать, понять и посмотреть, где мы пересекаемся и возможность создать коллаборации. И вот разные сегодня работают группы защиты проектов. Я, как обычно, работаю в бизнес-сообществе. Как я сказала в начале своего выступления, мне кажется, что это прямо неисчерпаемый источник идеи. Мне все время думается, каждый год, что ну все, что еще можем мы придумать? Вот что-то еще возможно из того перечня огромного, что уже придумано предпринимателями? Как-то можно. Можно, и причем идеи все работающие, все имеющие право на жизнь и все имеют отношение к развитию города, к повышению качества жизни в городе. И они все для горожан. Это очень здорово. Со своей стороны мы говорим о грантовой поддержке предпринимателей, но очень важно мне подчеркнуть, что Союз Атомных Города поддерживает социальных предпринимателей. То есть те проекты, которые имеют социальную направленность. Это очень важно. Не просто коммерческая история, когда человек хочет извлечь прибыль из своей деятельности. Это тоже все здорово, молодец. Но мы смотрим на социальную направленность, на разные группы социальные, для того, чтобы был этот социальный эффект, чтобы его было видно и можно было пощупать. Люди разных возрастов и профессий общались друг с другом и с экспертным сообществом в общей сложности более четырех часов. Сформирован общегородской реестр идей, но на этом работа не остановится. Представленные инициативы теперь будут проработаны с учетом мнений экспертов и в дальнейшем получат свою поддержку. Всевозможную помощь в этом окажет администрация округа, Новоуральский центр развития предпринимательства, ресурсный центр продвижения и недавно появившиеся в городе агентство инициативного развития. Постепенно формируется инфраструктура, которая позволит любому жителю, у которого появилась идея в любом направлении, в дальнейшем обратиться по принципу одного окна в соответствующую структуру и получить полный спектр видов поддержки, а значит, успешно реализовать свой проект. Зачем это нужно? Все просто. Только личный вклад каждого из нас позволит сделать Новоуральск еще более уютным и привлекательным для жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова